Настолько же по их прогнозам увеличится и рынок ритейла. Прибыль распределится равномерно между продуктовым и непродуктовым сегментами. По прогнозам аналитиков, основным трендом этого года станет агрессивная ценовая политика. Российским сетям есть куда расти. На тысячу россиян сейчас приходится примерно 500 квадратных метров торговой площади. Это самый низкий показатель в Европе. Большинство игроков в новом году планирует расширяться. Так, компания «Магнит» заложила на его рекордный миллиард долларов. Ее главный конкурент «Х5 Ритейл Групп» увеличила инвест-программу на треть, намереваясь удвоить темпы открытия новых магазинов. Усилить экспансию также планируют «Дикси», «Виктория», «Лента» и крупный сибирский ритейлер «Регион Март». Иностранцы тоже обещают расширяться. Согласно исследованию компании «Сибирь Ричардс Эллипс», Россия сейчас занимает 10-е место в числе стран наиболее привлекательных для развития ритейла. Рынки капитала с ума сошли. Они просто уже оценивают компании, как будто ничего и не было. Я считаю, что во многом это ненормальное явление, но, с другой стороны, так произошло во всех секторах. Экономика не только в рознице, поэтому к этому может относиться философски. С другой стороны, заслуживает ли наша компания такой оценки? Безусловно, да, потому что мало кто может расти с такой страшной скоростью в сложном рынке и органически, и неорганически, и зарабатывать деньги, и иметь по-прежнему перед собой довольно большой открытый рынок. Тем временем поставщики и ритейлеров молочники повышают цены. Российские производители решили установить минимальную отпускную цену на сырой продукт. На конечного потребителя рост стоимости не повлияет, обещают участники рынка. А выслушал их Никита Баталов. 11 рублей. Такова теперь будет минимальная цена одного литра сырого молока в России. Об этом договорились участники первого всероссийского съезда производителей молока. Таким образом, компания пытается обезопасить себя от резких падений цен на свою продукцию. На пике кризиса в 2009 году в некоторых регионах переработчики молочной продукции отказывались покупать молоко дороже 6-7 рублей за литр. Производители несли колоссальные убытки. Однако при том, что стоимость закупки снизилась на 10-20%, розничные цены за прошлый год либо не падали вовсе, а иногда даже росли. Все мы понимаем, что то, что произошло в 2009 году с рынком молока, неправильно. Когда цена рухнула, а цены на полках остались практически такими. Кризис не единственная проблема российского молочного рынка. Ритейлеры и переработчики завышают цены, продуктивность ферм в 2-3 раза ниже, чем в Европе. А себестоимость диппортового молока из Белоруссии и других стран СНГ куда дешевле российского. Ситуация сегодня у нас такая, что вокруг нас страны, у которых переизбыток молока, они не знают его куда девать и способны его нам отправлять в 2 раза дешевле себестоимость. Это просто реальный факт. То, что у нас пальмовым маслом заменяется сегодня 6 миллионов тонн молока, это просто реальный факт. И это пальмовое масло в 4 раза дешевле, чем наше с вами молоко. Тем не менее, правительство строит амбициозные планы. В течение 10 лет заменить импорт собственным молоком и даже начать экспортировать российский продукт в соседние страны. Слово чиновники подтверждает кошельком. Несмотря на жестокие, жесткие бюджетные условия, объем финансирования этих мер увеличен. Так, в этом году на отраслевую программу развития молочного животноводства будет направлено свыше 20 миллиардов рублей. В прошлом году было около 13 миллиардов. С учетом развития региональных программ, объем субсидирования отрасли составит более 53 миллиардов рублей. Однако производители заявляют, что без повышения цены не обойтись. Компания обещает, подорожание литра сырого молока никак не повлияет на становость продукта на прилавках магазинов. По их словам, произойдет переспределение прибыли среди участников рынка. Но согласны ли с этим переработчики и продавцы, пока непонятно. Скорее всего, их издержки снова лягут на плечи потребителей. Никита Баталов, Игорь Павлов, Павел Кориков, Сергей Вдокимов. Экспертово. И это еще не все новости, которых мы хотели вам рассказать. Смотрите во второй части нашей программы.